Слушайте, как только я завел разговор о патриотизме и о патриотическом воспитании, ко мне стали приходить люди с жалобами, с какими-то наблюдениями жизненными, когда они в своей работе, те люди, которые занимаются подобным воспитанием, испытывают некое сопротивление со стороны каких-то организаций или людей. И вот на последнем мероприятии «Как рождается патриотизм» ко мне подошел молодой человек и сказал, что он представляет некоммерческую организацию, они занимаются какой-то благотворительной деятельностью. Я не вникал подробно в суть их деятельности, но он сказал, что знаете ли вы, что банк Тинькофф организует грантовую поддержку некоммерческих организаций, но у него в правилах выделения грантов для некоммерческих организаций написано, что деньги выделяются только если они не направлены на военно-патриотическое воспитание. Я сказал, что пришлите мне, пожалуйста, посмотреть эти документы на грант, но мне будет крайне любопытно увидеть это своими глазами. Мне эти документы прислали, я озвучу вам, вот как есть. Есть специальные страницы в интернете «Grants.ru» или «Grants.ru» – это не принципиально. И в 2024 году там был объявлен грантовый конкурс под названием «Поддержка будет 2024». Этот грантовый конкурс направлен на поддержку НКО. Конкурс направлен на поддержку НКО. На конкурс могут быть представлены проекты, реализуемые на территории Российской Федерации и направленные на укрепление устойчивости НКО. Напомню, что НКО – это организации, как написано в законе, которые улучшают жизнь общества, не извлекая при этом коммерческой выгоды. В положении у некоммерческих организаций написано, что они могут заниматься благотворительной, культурной, научной, образовательной, управленческой, обучающими, развивающими проектами, то есть направлены на то, чтобы жизнь становилась лучше. Ну, казалось бы, благое начинание. И непосредственно в правилах конкурса, в том положении, которое я распечатал, вот конкурс 2024 года от Тинькова, написано, что военное патриотическое воспитание является фактом, который не позволяет некоммерческой организации участвовать в данном конкурсе. Справедливости ради нужно сказать, что здесь список того, кто не может участвовать в конкурсе, довольно большой. Я пробегусь по нескольким пунктам. Политические партии, религиозные организации, саморегулируемые организации, торгово-промышленные палаты и одним из пунктов – военно-патриотическое воспитание. Слушайте, я понимаю, что конкурс может быть направлен на какие-то отдельные аспекты. Кстати, мы можем ознакомиться, а что Тиньков хочет поддержать этим конкурсом, какие аспекты он хочет развивать в НКО, если он предполагает, что военно-патриотическое воспитание сюда не входит. Давайте посмотрим, что они поддерживают. Улучшение качества материальной технической базы организации в сфере IT и инфраструктуры, включая программное обеспечение. Видимо, на программное обеспечение. Второе – совершенствование бизнес-процессов. НКО – бизнес-процессы. Ну, предположим, бизнес-процессы, как все продать, организационные структуры и других инструментов достижения стратегических целей организации. Обучение развития отдельных сотрудников или команд. Обучение развития отдельных сотрудников или команд. То есть сотрудников учить продавать можно, патриотически воспитывать их нельзя. То есть, если он умеет продавать, и при этом у него есть чувство патриотизма, то на это деньги не выделяются. И последнее, что они поддерживают – развитие функции фандрайзинга. Фандрайзинг – я специально погуглил, что это такое. Это умение собирать пожертвования. Ну, так, чтобы вам их давали. В общем, развивать отдельных сотрудников можно, учить их патриотическому воспитанию нельзя. И, наверное, раньше я бы закрыл на это глаза и сказал бы, боже мой, ну, люди сами занимаются своим бизнесом и сами решают, кому давать деньги, кому нет. Но не сегодня. Потому что сегодня в ситуации военного противостояния, которое мы уже должны называть вещи своими именами, компания, которая прописывает в правилах конкурса запрет на военно-патриотическое воспитание, она автоматически становится компанией, которая принадлежит к той самой пятой колонне, о которой я говорил в прошлом ролике, а конкретно к предателям и диверсантам. Я говорю, и мне самому странно от этих слов. Неужели так все просто решается? Ну, давайте, давайте я вынесу это на ваш суд. Возможно, я не прав, возможно, я что-то не понял в этом документе, возможно, что запрет на участие людей, занимающихся военно-патриотическим воспитанием – это нормально, хотя мне так не кажется. Но это правда странная история, когда такое правило вводится, потому что мы все с вами понимаем, что без осознания понятия того, что такое патриотизм, как он работает и как он консолидирует общество, мы никуда не сдвинемся. И здесь же мы видим колоссальные усилия из-за рубежа, которые направлены на то, чтобы патриотизм никогда не появился в России. Ну, возьмите YouTube, откройте его, наберите слово «патриотизм». Вам выпадет 15 роликов, где рассказывается друг за другом про звериный оскал патриотизма, про то, как при помощи патриотизма людей превращают в рабов, про то, что патриотизм... Не знаю, Лев Толстой отрицал патриотизм про то, что... То есть самое гнусное все, что можно сказать вот про патриотизм в России, в Америке – это другое. А про патриотизм в России вот гнуснее быть не может. И поверите или нет, ни одного ролика, который рассказывает о том, что это такое, как он возникает, как он работает, то есть все это стерто, вымарано. На Википедии написано, что патриотизм – это любовь к своей родине и стыд за ее прегрешение. Если вы чувствуете стыд, вы патриот. Это написано в открытом доступе. И молодые люди, которым интересно, что такое быть патриотом. Они это читают, стыдятся того, что делает их родина, и там заезжают на 20 лет в колонию строгого режима или куда они заезжают. После того, как сожгут релейные шкафы. Все это стало так серьезно, что вне зависимости от того, нравится нам в этом разбираться или нет, мы в этом живем. Это реальность нашей жизни. И нам противостоят. Кстати, это большая не радость, а большая удача, что нам так активно противостоят. Потому что, когда нам начинают навязывать что-то чрезвычайно активно, мы начинаем подозревать, что что-то недоброе в этом есть. Что-то за этим скрывается. А вдруг нас пытаются обмануть. Да, поэтому разобраться в теме того, что такое патриотизм как процесс, какое место он занимает в жизни общества, когда он работает, когда не работает, почему работал в Советском Союзе, почему работает в Америке, почему не работает в России, чего не хватает, какие элементы мы потеряли, в чем его механизм, почему он, если он работает, он является всеобъемлющим для всего общества, что это за что это за структура, которая может так масштабно воздействовать на все общество. Все эти вещи нам предстоит с вами открыть заново, разобраться в том, что это такое, и запустить этот процесс. Ждать этого от правительства бессмысленно. Если не мы с вами, то никто. Я начал цикл лекции на эту тему, но цикл это громко сказано, пока была только одна лекция в Санкт-Петербурге, вызвавшая какой-то невероятный интерес. И на фоне этого я решил продолжить эту лекцию в Москве. Вот буквально через неделю, через неделю, 5 июня будет лекция «Как рождается патриотизм в Москве». Я не знаю, билеты вроде бы еще остались. Ссылка под роликом будет, где можно будет билеты купить. Быть на этой лекции, быть в этой дискуссии и открыть для себя то, каким образом патриотизм вовлекает в свою орбиту все общество целиком. А так и должно быть. А у нас так не получается. Мы бегаем с флагами по сцене, кричим «Россия! Россия!» и в лучшем случае рассказываем о своих достижениях. Но мы же это делаем. Этого недостаточно. Он не работает, а должен работать. Поэтому приходите 5 июня в Москве на лекцию. Мы все это обсудим. В Москву я еду на три дня, как вы помните. Четвертого числа будет лекция по «Мастеру и Маргарите». Пятого числа про патриотизм. И шестого числа для... Я еду уже много лет. Сначала Шекспир, потом Булгаков, сейчас Пушкин. Дальше не знаю. Может быть, Чехов. Я уже начал кое-что читать, но пока еще не закончил разбор, поэтому анонсировать не буду. Вот. Что касается Тинькова, ну любопытно, правда? Почему нельзя? Почему? Обучать сотрудников можно, сколачивать команду для продажи можно, а заниматься их патриотическим воспитанием нельзя. Вопрос остается открытым. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»